Накануне в столице Южного Урала начало свою работу первое организационное заседание Законодательного собрания Челябинской области 6-го созыва. Напомним, выборы депутатов регионального законодательного собрания 13 сентября 2015 года прошли по смешанной системе. Как и в декабре 2005 года, октябре 2010 года были избраны 30 депутатов по партийным спискам и 30 по одномандатным округам. Лидером избирательной кампании стало Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия», получившее 56,16% голосов избирателей. Предлагаем сюжет наших коллег с областного телевидения о первом заседании Законодательного собрания. В коридорах ЗСО сегодня оживленно. Депутаты с интересом рассматривают друг друга, пьют утренний кофе и заглядывают в свои будущие кабинеты. Со всех сторон раздаются поздравления, а в зале заседания уже другие парламентарии выбирают места, кто где сядет. Сегодня в Законодательном собрании первое заседание. Собрались депутаты нового шестого созыва. Всего в парламенте 4 фракции. Это «Единая Россия», у них 49 человек, 5 депутатов от «Справедливой России» и по 3 от КПРФ и ЛДПР. Новичков здесь большинство, 31 человек из 60. По профессиям они бизнесмены, руководители промышленных предприятий, врачи, педагоги и ученые. Есть и коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин. А самый опытный здесь Виктор Чернобровин. Он работает в Заксобрании с 94-го года. Депутат разводит руками. С новичками пока познакомиться не успел. Итоги можно проводить, когда итоги есть. А сейчас только есть большое желание что-то сделать. Женщин в новом созыве стало больше 6, а до этого было 4. На заседание выбирают председателя. Им уже в четвертый раз становится Владимир Мякуш. На вопрос, не надоело ли нести такую ответственность, отвечает с юмором. Ребята, не дождетесь. На самом деле я думал о том, что надо продолжать или закончить эту работу. Но с учетом того, что есть здоровье, есть желание работать. С трибуны всех депутатов поздравляет губернатор. И сразу напоминает, победить на выборах только полдела. Теперь народных избранников ждет напряженная работа. Важно, чтобы вы, уважаемые коллеги, оперативно включились в работу, пришли с новыми идеями. На основе тех мнений и чаяний ваших избирателей, на которых вы попали в этот новый состав. Борис Дубровский расставляет приоритеты. В первую очередь нужно обратить внимание на антикризисные меры. Не допустить сокращений на заводах и сильного роста цен. Сейчас в непростой экономической ситуации. Жителям региона нужна стабильность. Редактор субтитров А.Семкин